В 18-й раз пройдет наш Крампри. Я считаю, что у нас приняли так много соревнований, которые будут похвастаться продолжительностью жизни. Поэтому наш подиум дал толчок многим-многим путевкам в жизни. И сейчас, я думаю, что уже к новому олимпийскому циклу будут готовиться геннадки, для которых этот подиум станет хорошей площадкой к старту. У нас как бы много геннадок, немножко перенасыщенная программа, показательные будут, растягивать будут они в два дня, и будет открытие, будет закрытие, будет. Но у нас еще есть процедура с прощанием с Аней, поэтому как бы это будет основным акцентом приземника этого соревнования. Понимаете? Вот, потому что, ну как вам сказать, мы это делаем с удовольствием и в принципе души с нежеланием, чтобы вы это понимали. Вот такая вот эта. Терина Ивановна, Павел Дубкин, первый национальный. Скажите, пожалуйста, кем были представлены основные краяные конкуренты, каким-то смехом, ну и передо всем, за крымами, вот, большинство следует, кто из России приедет. Вы знаете, из России приедет Дмитриево, да? Да. Вот, они сокрытили максимально свою присутствие здесь, в общем-то, потому что, в принципе, по системе драм-при, ну, можно пропускать старты. Вот, из Беларуси, из России, как бы, не приедет. Но Дмитриево участница чемпионата мира, в принципе, она у них сейчас идет одна из лидеров. Вот, и они подтягивают тоже всю свою четверку, потому что в чемпионат мира в этом году будут проходить в Москве, и там будут четыре гимнатки принимать участие. Вот, поэтому, считайте, что, как говорится, для нас самое важное, чтобы наши гимнатки еще раз попробовали, и были достойно представлены. Потому что очень сложно, у всех новые программы, сложно идет, у нас правила поменялись, у нас каждые четыре года меняются правила, и адаптироваться в новых программах очень сложно, и, знаете, как говорится, слишком большие задачи стоят перед гимнастками. Хочется сразу занять место. У нас всегда обстоятельность в художественной гимнастике, что зрители всегда относятся хорошо к гимнаткам, а судьи всегда, как бы, относятся к диссонансу такой. Может, во время киевского турнира этот диссонанс мы уберем, то есть судьи будут хорошо, и к тем же гимнасткам и судьям, и зрителям будут хорошо. У нас в прошлом году Максименко стартовала, будем говорить, первый раз, и будем говорить, уже после нашего турнира ее оценки улучшились практически на балл, как резко, моментами и больше. Если, как говорится, по жеребевке попадают в нормальные страны, то оценки, поверьте, очень нормальные, достойные. Нам очень сложно соревноваться, когда попадается в дезобригаду Казахстана, Азербайджан, Россия или Белоруссия, потому что за исключением Белоруссии эти три страны, они тренируются в России. Естественно, очень сложно. Там стоят другие совершенно задачи. Поэтому спасает то, что если уже очень эмоционально и очень хорошо выполняются эти ошибочные поражения, тогда, конечно, очень сложно как-то отсекать голову у гимнастки. Но эти случаи у нас практикуются. Нужно, поверьте, нужно быть на голову, а то энергия выше, чтобы тебя достойно, реально достойно тебя оценили. Скажите, вот как вы себя чувствуете в роли лидера? Передайте нам эти ощущения, хотя бы сейчас. Но не на соревнованиях, а вот сейчас, на конференции. Ну это очень большая ответственность. И сейчас в дизайне нам, конечно, тяжело тренироваться, выступать. Но мы пытаемся ходить и как бы более серьезно к этому делу. И сейчас все новые программы мы отрабатываем. Мы пытаемся исправить те ошибки, которые были у нас допустимы на предыдущих соревнованиях, чтобы показать у себя в родных стенах хороший результат, и подвести тренерский коллектив, который нам готовил к этим соревнованиям. И чтобы в дальнейшем, на чемпионате Европы, на чемпионате мира, мы могли достойно представить свою страну. Спасибо. Ну, знаете, как говорится, Алина очень эмоциональная девушка. И вы камеры теряете. Она, наверное, тоже предметы что-то теряет. Мы с этим боремся, потому что, в принципе, понимаете, к этой эмоциональности она немножко еще подросла у нас с прошлого года. Ножки-то длиннее стали. Ну куда он будет? Не, ну, просто если еще чуть-чуть, то пойдет баскетбол. Она большую радость несет, большую радость, когда мы работаем. Вот так спинку толкает, и легче, легче этим детям, понимаете. Потому что, когда начинают, вот сейчас они сортанули в Португалии, вот. Ну, Алина, не все получилось. Вот Анечка, Лизодина, вообще ни одной потери не сделала, в принципе. Вот, важно это было. И, понимаете, ну, не все получилось, то, что хотелось. И, в принципе, знаете, такое ощущение, что странно. Другие идут, валят, и никто не видит. Видят, где только ошибки Украины, как бы так. Вот, непонятно.